Если бы наша страна планирует бюджет, под номером один написала бы культура, то все остальные сферы автоматически поднялись бы на много процентов. Один процент добавленный на культуру, это то же самое, что 15 процентов на здравоохранение. Это то же самое, что 25 на образование. Мы уже давно в этом убедились. Спросите у любого учителя, филолога в школе, о чем сказка Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке. Все скажут, сказка это о жадной старухе, которая осталась у разбитого корыта. Моя хорошая глупость очередная, это Пушкин будет тратить время на то, чтобы осуждать очередную жадную старуху. Это сказка о любви. О безусловной любви старика. Легко любить красивую, щедрую, умную женщину. Вы попробуйте любить старую, грязную, жадную старуху. А доказательство вот. Я спрашиваю любого филолога, как начинается сказка о рыбаке и рыбке. Мне все говорят, так, жили, да, правильно, жили-были старик со старухой у самого Зиннего моря. Правильно? Правильно говорят филологи, правильно говорят академики, правильно говорят профессора, правильно говорят ученики. Жили-были старик и старуха у самого Зиннего моря. Старик ловил небодом. Неправильно. Это был бы не Пушкин. Жили-были старик со старухой. Это самое обыкновенное начало сказки. Пушкин жил старик со своей старухой. Разницу чувствуете? Потому что еще пока своя. Пушкин дает код. Своя родная, 30 лет и 3 года вместе. Ну, плоть от плоти жадная. Ну, бывают и такие старухи. Ну, и бог с ней. Любимая, черт побери. Любимая. Дальше. Где они жили? У самого Синего моря. Спрашиваю филологов, где? Я говорю, ну, как у моря? У самого моря? Неправда. У самого Синего моря. Это второй код Пушкина. Пока, по мере желаний старухи, она перестает быть своей, а море меняет цвет. Помните, помутнело, почернело Синее море. Море перестает быть синим. О чем я сейчас говорю? О культуре. О другой школе. Об умных педагогах, которые такое вытворят, что дети после этого все свободное время будут книжки читать, а не лазить по порнографическим. Старой картинкой интернета и по всяким там фараонам и группам с матом. Нет. Почему? А потому что школа делает вид, что она из 19 века. Что она из тех времен, когда две программы телевидения по первой Брежнев, по второй Косыгин. И газета «Правда». В которой правда. И все. Мы живем в совершенно другом мире. Это все должно измениться. Почему? Потому что сегодня не учителя, а информаторы. Не Иван Петрович, который сказал прочитать про Джамалугму 116-ю страницу. А интернет, в котором 500 тысяч ссылок на Джамалугму, на высочайшую вершину мира. Оттуда можно спуститься, узнать про Тибет, про древние культуры, про древние знания, про тень учителя и так далее, и так далее. Какая же это школа? Сегодня любой нормальный интернетный мальчик даст сто очков вперед старому доброму Ивану Петровичу, у которого дома на полке книжка «Методика преподавания географии в пятом классе средней школы». Там, где культура уже на втором месте, на первое придется вытаскивать деньги на здравоохранение, потому что люди без культуры болеют. Все, что мы делаем, это эквивалент культуре. Потом, любая страна велика тем, что она внесла в мировую копилку цивилизации, а не тем, сколько колбасы она съела за энный период времени. Это же понятно. И это серьезно, это важно, но культура это самое главное.